Украинцы должны быть готовы уехать из страны до наступления зимы, если у них есть такая возможность. Об этом в интервью BBC рассказал глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, еще одна массированная атака по объектам энергетики Украины может вывести из строя всю систему энергетики. Ранее правительство страны уже рекомендовало своим гражданам, которые находятся за границей, не возвращаться пока в страну из-за нехватки электроэнергии. А ООН, Организация Объединенных Наций, предупредила о приближающейся гуманитарной катастрофе в Украине из-за наступления холодов. К нам в прямом эфире присоединяется Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член комитета по энергетике. Юрий, я приветствую вас, слышите ли вы студию? Да, слышу, добрый вечер, здравствуйте. Как всегда, слава Украине, слава тем, кто освобождает ее от заболевателей. Спасибо, как всегда, что уделяете нам внимание. Спасибо вам, что нашли возможность присоединиться к нам в прямом эфире. Насколько вы солидарны и согласны с этой оценкой, что все, кто имеет такую возможность, им следует на зиму покинуть Украину, поскольку ситуация с энергосистемой или критической, или уже даже за рамками критической. Смотрите, сейчас я фактически нахожусь в таком положении, что, с одной стороны, если я скажу, что да, все плохо, это прозвучит как призыв, чтобы уехать. С другой стороны, если я скажу, что все хорошо, фактически русские военные будут понимать, что надо продолжать обстреливать объекты, если у них все нормально. Я боюсь или надеюсь, что, уж не знаю, какой здесь надо использовать глагол, что русские военные свои планы определяют не исходя из нашего разговора в эфире телеканала «Дождь». Нет, нет, не в этом речь, действительно, на самом деле, для них хватает информаторов, они прекрасно понимают, где что и как работает. Могу сказать, что состояние разное в разных городах, например, сейчас хуже в Киеве, чем в Харькове, но это неизвестно, насколько все хорошо продержится, потому что буквально там ремонтировали все повреждения, это так очень быстро и не скажу, что супернадежно, потому что зима технически в некоторых условиях может очень сильно поменять. Сейчас не очень хорошо, например, в том же Львове, если брать западную часть Украины, но вроде собирается быстро отремонтировать. Касательно призыва руководителя одной из самых больших энергетических компаний, звучит тоже не очень хорошо с его стороны. На самом деле, хорошим было бы заявление о том, что если бы они сказали, вы знаете, мы инвестируем в децентрализированное энергоснабжение Украины, и будем по районам городов или по определенным населённым пунктам устанавливать альтернативное электрогенерирующее оборудование. Но этого, к сожалению, не было сказано. С другой стороны, конечно же, им нужно очень много сказать слов благодарности, потому что именно эти энергетики и эта, в том числе и в первую очередь, эта компания очень быстро справляется с ремонтом. Поэтому тут, скажем так, это наша общая проблема и энергетических компаний, и с государственной точки зрения, и с частной точки зрения этих компаний, что, ну, понятно, что мы не были готовы к такому количеству обстрелов и к защите энергетических объектов с помощью каких-то занятных ракетных комплексов или станций ПВО, ПРО и так далее. Но, кстати, надо сказать, что Британия нам поставит около 125 новых установок. Это официальная информация, которая будет ещё лучше защищать. Сейчас так уже довольно-таки хорошо получается. Вот там, если брать последний обстрел по Киеву, из 90 щенка ракет больше 70 было сбито. Это хороший показатель для защиты. Касательно того, выезжать или нет. Тут говорится по-разному. Уже, в принципе, разъединены энергетические кольца Украины, которые соединяли всю систему, там, и западную часть, и другую часть Украины. Это были всегда отдельные, так сказать, он даже назывался как-то по-другому у нас энергетический этот остров на западной части Украины. И сейчас мы надеемся на оборудование, которое приедет из-за границы. Но не всё может успеть очень быстро, потому что производство в Украине имеет сложности и под обстрелами находится. Производство за границей, то, что сейчас у них это сделано, оно немного имеет другие стандарты. А произвести то, что нужно иметь именно для нас, для этого нужно несколько месяцев. А зима сейчас уже. Поэтому то, что делается сейчас, это срочно в больших городах и маленьких тоже устанавливаются так называемые палатки, где есть обогрев, где есть генераторы. И люди могут прийти и прогреться, и зарядиться, если мы говорим про телефоны и так далее. Так же, какие телефонные операторы в срочном порядке добавляют количество генераторов, потому что не везде стабильно работает не то, чтобы интернет мобильный, а просто обычная связь даже. Сложности есть однозначно. Но уезжать не совсем выход, потому что не у всех людей есть финансово даже возможности уезжать. И даже если рассчитывать на международную помощь, что везде всех разместят, не готовы люди расставаться с семьями, близкими или там жены с мужьями, потому что мужья не могут выезжать. Ну, конечно. Скажите, Юрий, если говорить конкретно про Киев, можно найти сообщение, что украинская столица едва ли не готовится к блокауту в ближайшие дни. Это некое распространение паники или это здравая и трезвая оценка происходящего? На самом деле это довольно-таки здравая оценка происходящего. Я еще объясню, почему. Потому что количество генераций, которое существует сейчас и в Украине, и в частности в Киеве или возле Киева, оно не может покрыть сейчас те нужды в потреблении количества электроэнергии. И это касательно и по отдельным районам, и это касательно всего города в принципе. И в частности целая Украина тоже самое. То есть повреждения, которые были нанесены, к счастью, не восстановлены. Эти цепочки электроснабжения, их довольно-таки, скажем так, легко восстановить и соединить. То есть будет страна запитана по всей территории, но все равно, если отключена генерация, если разбиты подстанции и не присутствует нужное количество трансформаторов, то как бы ток есть, но он не в том количестве. То есть трубопровод есть, но воды в нем не настолько, сколько могло бы быть при полном присутствии всей электрогенерации. Я благодарю вас. Юрий Комельчук, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по энергетике.